Привет всем на канале Allwooden! Как вы можете видеть, я сделал аппарат мастерской. По сравнению с предыдущим видео, вы можете увидеть, как стало светло. Я поднял потолок, также покрасил стены в белый цвет. Это придало больше света мастерской при меньшем количестве освещения. Где-то на 70 ватт, по сравнению с предыдущим видео, у меня меньше света потребляет. И стало, как видите, намного светлее. Я сейчас вам сделаю обзорчик тоже мастерской. Я прикупил пару станков и также пройдусь детально по чуть-чуть по разным отделениям мастерской. Больше уже напоминает как цех, а не мастерская от Кахабина. Сейчас вы видите станок джетовский, сверлильный. Сейчас GDP 15M. Он предназначен прежде всего для слюсарских работ, но он меня устраивает как по столярному делу. Довольно-таки неплохой станочек. Это шпиндельный джетовский. Я сам перематываю. Тут насадки, потому что не нашел магазина, который продает такое. Можете в комментариях написать ссылку. Буду очень благодарен. Далее идет стенка с мешочками, такими отсеками, где есть все шаблоны, наработка трех лет. Это тут все, что только я продаю. Всякие разные, что только доводилось мне делать. Тут стенка перфорированная с инструментом. Кусачки, всякие плоскогубцы. Этот инструмент обжимной для проводов я паяю. Далее идет вот такие полочки с коробочками. Тут заготовки всякие точенные. Можете сами увидеть шурупов, купа. Тоже есть шаблоны в отдельных коробочках. И тут все для пайки с шурупами и болтами. Далее идет такой станочек по металлу, но я его использую для мелких изделий из дерева. Точить вот такие колесико. Сейчас делаю вот такие машинки со светом на батарейках. Светится. Есть еще такие без света, но тоже прикольные. Такие трочки. Все светится. Может сниму еще мастер-класс по этих машинках. Если хотите, пишите в комментариях. Увидеть такое видео. Далее идет два лобзиковых станка. Все детали на машинке вырезаю на этих станках с маленькой пилочкой и большой. Ну, очень даже такие неплохие. Этот джетовский, довольно таки классный. И какой-то немецкий фирмы Мейсер Крафт. Короче, ему где-то лет 20. Старенький, но пашет. Далее идет доска для задач на неделю. Тоже старенький компрессор. Выручает. Обдуваю. Часто делаю уборку. Тоже всеми известная макитовская ленточка. Тоже классный станочек. Много обзоров на ютубе. Далее идет ленточная шлифмашинка, которую я использую в вот таком положении постоянно. Стомер фирма. Не знаю. Пять лет гарантии. Короче, какая-то я даже не знаю. Ну, может и китайская. Пишет Германия. Классная шлифмашинка для нечастого использования. Это древесмусный станок. Титан фирма. Довольно таки надежный. Четыре года я им работаю. Ножи еще стоят родные. Уже 7 раз затачивали мне. Думаю, восьмой еще заточат. Но они очень уж узкие уже. Надо бы поменять. Буду менять на новые. Этот станок китайский. Только для некоторых работ я использую его мотор. Родной. Сгорел после месяца эксплуатации. Поставил от стиральной машинки. Так уже полтора года и работает. Далее идет станочек шлифовальный. Круги на липучке. Тоже мотор от пральной машинки. Тоже сгорел. Родной через месяц поставил от пральной машинки. Так уже два года работает. Поставил тут перепроверенную панель. Инструмент висеть. Можете видеть всякий. Еще не расставил. Только сделал ремонт в мастерской. Будет много инструмента висеть. Тоже сделал еще одну машинку шлифовальную. По образцу из интернета. Из ютуба. Много видео есть. Которые такие и делали уже. Далее стоит у меня циркулярная торцовочная пила. То есть райоби. Тут есть подсветка. Лазер. Ну она довольно таки качественная. Мне она нужна для качественных разрезов под углом 90 градусов. Я ее не меняю угол. Так и работаю. Не сбивается угол. Довольно таки классная. По сравнению с тем, что была в предыдущем видео. Промовская. Это небо и земля. Этот первый станок, который я вообще купил в мастерскую. Три года я им не работал. Неделю назад поставил мастерской. Думаю, может я еще им и поработаю. Довольно таки качественный рез у него. Но немного служат пилы. Где-то два-три дня эксплуатации пила лопается. Может подключу пилесос и будет лучше. Это станочек ленточный. Покупал я его с рук. Кто-то сделал. Классно сделал для себя. Ну я тут чуть поправил. Поменял подшипники и на ленточку, которая у меня уже была, этот подошел. И очень таки неплохо. Имел я макиту. Просто перевернутую на бок. 91.11 по-моему. И уже ею не пользуюсь. Пользуюсь только этим станком. Далее идет пылесос. Огромный. Хочу тут сделать разводку по мастерской. К каждому станку буду делать обзор. Как я это видео. Как я это делаю. Ну очень таки мощный. Классный станочек. Далее идет. Недавно прикупил циркулярный станок Various 702. Тоже очень классный станок. Не нарадуюсь им. Прицепил сбоку фрезер старый. Буду менять пластину на него. Потому что это прогинается. Это старый какой-то даже ворскло фирмы. Но он довольно таки неплохо тут пережился. Буду менять пластину. И еще есть токарный. Который я уже показывал. Он меня много выручает. По длиннее заготовки. Тут делаю всякие точения. И еще есть фуганок. Поменял тут нажины новые. И довольно таки неплохой фуганок. Буду менять на Warrior. Но это будет потом. После того, как я куплю ЧПУ. Следующая покупка. Думаю, что будет ЧПУ. И это еще шлифовальный стол. С шлифмашинкой Makita. После того, как ее приобрел, выбросил эти вибрационные шлифмашинки. Никудышние. Хотя ими и пользовался до этой. Ну это работает уже. Вот. И вообще только меняю подошву. Тут уже третью сменил. А машинка еще работает как новенькая. Еще есть станок Jet фильтрационный. Очень выручает меня. Даже при такой площади, как сейчас, он довольно таки классно справляется. меньше пыли намного. И после окончания работы до него выгребал с носа купу пыли. А сейчас все вообще круто. И не собирается пыли много в носу. Ну и конечно я всем рекомендую вот такие респираторы. Очень классные. Фирмы Ювекс. Помогает довольно таки классно берегти свое здоровье. Это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях вопросы. Буду отвечать. Буду новые видео выкладывать в скором времени. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok